Гортензия фантом. Описание посадка и уход. Согласно описанию сорта метельчатой гортензии фантом, она относится к габаритным культурам. Высота растения не менее 2,5 метра, но могут встречаться и более массивные кустарники. Диаметр кроны около 2 метров. Молодым побегом характерен насыщенный зеленый оттенок. В процессе их созревания расцветка меняется на коричнево- красный. Листва – крупная, темно-зеленая. На поверхности едва виднеются прожилки. Оттенок лепестков – светло-зеленый или светло-розовый, ширина цветков – 1 см. Диаметр соцветий – до 30 см. Форма – широкопирамидальная. Цвести культура начинает на четвертый год после высаживания. Период появления первых цветов – конец июня или начало июля. Цветение продолжается до наступления первых заморозков. Метельчатая гортензия сорта фантом обладает высокими характеристиками зимостойкости. Культура способна выдерживать понижение температурных показателей, без дополнительного укрытия, до минус 23 градуса. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Чтобы гортензия сорта фантом развивалась гармонично, необходимо осуществить правильную посадку. Для этого следует определиться с выбором места для высаживания и сроками. Также необходимо критично подойти к выбору посадочного материала и заранее подготовить почву для посадки. От этого зависит качество и полнота цветения культуры. В условиях средней полосы высаживания осуществляется весной. Благодаря этому растение успеет акклиматизироваться. Также у кустов будет время сформировать развитую корневую систему, которая и обеспечит надежную защиту от резкого похолодания в конце осени-начале зимы. Если вы проживаете в южных регионах, то сажать растение рекомендуют в конце сентября. Благоприятные климатические условия позволят корневищу кустарника сформироваться до наступления первых заморозков. Метельчатая гортензия сорта фантом относится к светолюбивым культурам. Однако посадку рекомендуют осуществлять в таком месте, чтобы прямые солнечные лучи попадали на растения лишь до обеда. После полудня кустарник должен находиться в полутени. Если не следовать этому условию, то на кроне гортензии появятся ожоги, которые приведут к засыханию зеленой массы растения. Посадку нужно осуществлять рядом с заграждениями или зданиями. Постройки будут использоваться в качестве защиты от сильных порывов ветра. Сорт фантом растет на всех видах почвы. Главное, чтобы грунт был плодородным. Лучше всего цветет гортензия на суглинках с нейтральной или повышенной кислотностью. Если высадить культуру нещелочных землях, то соцветия становятся мелкими, кусты ослабевают и начинают болеть. Сначала место для посадки перекапывают и вносят перегной 20 кг на 1 квадратный метр. После этого следят за кислотностью грунта. Если она превышает 8 пиаш, то необходимо снизить до 7, внеся доломитовую муку, полкилограмма на квадратный метр. Подготовка посадочного материала заключается в том, что за 5 дней до посадки саженец помещают в раствор корневина 30 г на 5 литров воды или эпина 50 г на 5 литров воды. Это позволит ускорить развитие растения, что положительно скажется на его акклиматизации в открытом грунте. Процедура посадки заключается в следующем. Выкопайте лунки размером примерно 80 на 40 на 40 сантиметра, на расстоянии 2 метра друг от друга. За 2 недели до посадки на дно насыпьте 8-сантиметровый слой дренажа. Покройте его смесью торфа и перегноя, по 3 кг каждого, и добавьте 100 г суперфосфата. Спустя указанное время, сформируйте небольшой холм на дне лунки, на который устанавливают саженец. Распределите корневую систему по поверхности насыпи и присыпьте почвой. По мере заполнения лунки грунтом поливайте корни, чтобы почва лучше оседала. Полностью засыпьте яму, после чего полейте 10 литрами воды. Во время выращивания гортензии сорта фантом необходимо уделять особое внимание уходу. Очень важно обеспечить качественный полив и регулярно вносить удобрения. Также потребуется рыхлить верхний слой почвы, удалять сорняки, обрезать крону и укрывать кустарники на зиму. Не менее важно опрыскивать растения против болезней и вредителей, чтобы не спровоцировать гибель цветов. Поливать кусты гортензии сорта фантом необходимо аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Это связано с тем, что она поверхностная, поэтому незамедлительно реагирует на неблагоприятные условия. Интервал поливов для молодых кустарников составляет 3 дня. Под каждое растение вливают не менее 15 литров воды. Взрослые гортензии поливают один раз в неделю и используют при этом 20 литров воды. Орошать почву нужно вечером или рано утром. Если на куст будут попадать солнечные лучи, когда на кроне есть капли воды, то могут возникнуть ожоги. Вносить удобрения нужно часто, так как ввиду обильного цветения кусты нуждаются в большом количестве питательных веществ. Подкормки используют несколько раз за сезон. Перед распусканием соцветий применяют нитрат калия. 40 грамм на каждый куст. Во время цветения вносят аммиачную селитру. 10 грамм на одно растение. За неделю до похолодания используют суперфосфат. 50 грамм на один экземпляр. Между указанными подкормками можно вносить дополнительные удобрения. С интервалом в две недели используйте настой перепревшего помета, 1 килограмм на 10 литров воды. Под каждый куст вливают по 3 литра раствора. Перед каждым поливом и подкормками нужно рыхлить почву на глубину 5 сантиметров. Благодаря этому питательные вещества и влага будут проникать в корневой системе, что существенно активизирует развитие куста. Также не забывайте удалять сорняки, на поверхности которых развиваются бактерии и вирусы, провоцирующие появление болезней и вредителей. Мульчирование почвы осуществляют сразу после посадки. Для этого рыхлят приствольную часть грунта, поливают ее и покрывают 20-сантиметровым слоем лапника, перегноя или опавших листьев. Благодаря этому внутри почвы сохраняется оптимальный баланс влаги, предотвращая обезвоживание корневой системы и всего растения. Метельчатая гортензия сорта Фантом нуждается в формирующих обрезках. Если их не проводить, то избыточный рост побегов приведет к чрезмерной густоте кроны. Это грозит тем, что соцветия будут мельчать или вовсе пропадут. Формирующую обрезку на четыре почки осуществляют осенью. Сначала удалите слабые, деформированные побеги. После этого нужно срезать ветки, направленные внутрь кустарника. Это предотвратит затенение кроны. Обрезки не выбрасывайте, их можно использовать для размножения культуры. Весной удаляют больные, сухие или подмерзшие побеги. Подобная санитарная чистка позволяет увеличить продолжительность жизни гортензии. Итак, теперь вы знаете, с помощью каких приемов можно вырастить метельчатую гортензию сорта Фантом. Это неприхотливое растение пользуется огромной популярностью как среди опытных садоводов, так и у новичков. Если вы будете правильно ухаживать за кустами, то сможете создать красивый фон в саду и каждый день любоваться яркими соцветиями и вдыхать тонкий аромат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok